Пожалуй, самое лучшее и спокойное место – горнолыжный центр Абзакова. Да нет, мой уважаемый горнолыжный центр Металлург, что на озере Баном, но здесь как-то тише, спокойнее и по-уютному. И это начало всей горнолыжной карьеры города Магнитогорска. Отсюда все и началось. Сюда приезжали люди, сюда приезжал Владимир Владимирович. Ему здесь очень сильно понравилось. Мало того, он не один раз сюда приезжал, катался на лыжиках. Но его охрана часто говорила, что инфраструктурки немножко не хватает. То есть классные горы, все очень хорошо и красиво. И в чем-то этот горнолыжный центр сравнивают с Швейцарией. Естественно. Почему нет? У нас и горы, и климат, и все. Но только не хватало комфорта. Ну, добавлю до времени. Год 2012. Мы анонсируем открытие вот этого комплекса Мари Шале. Вы себе можете представить отель с уровнем комфорта 5 или 7 звезд? Для меня было это трудно представить до той поры, пока я не зашел вовнутрь. И теперь уже никто не скажет, что мы не умеем делать красиво. Что кто-то делает лучше нас. Но немного отступив от пафосной риторики, коей будет предостаточно, и она, поверьте, оправданно скажем. Этот отель реально самый крутой в районе Абзакова. И потому, что он новый, и потому, что сделан не экономя на качестве материалов. Теперь к пафосности. Почему она обоснована? Да потому, что по специфике работы пришлось видеть много дворцов. И гарантированно скажем, этот дворец на уровне Риксосов, Адама и Евы и Вилл, Голденов и всяких роялов. То есть там, где 5 и более звезд. Но здесь круче, потому как номера больше. Я имею ввиду типовые эконом-номера. Они здесь размерами больше и обставлены правильнее. И с большим шиком. Для подтверждения размеров мы специально использовали только что приобретенную широкоугольную насадку. Которая продемонстрирует вам наши круглые глаза от увиденного. Потому как в спортивном месте устроены, по сути, королевские и президентские номера. Вот не зря этот сюжет назвал «Уральское чудо». Представляете, наконец-таки можно отдыхать на горнолыжном центре Абзакова в условиях лучше, чем Андорра, Альпы и Швейцария. Без дозрения совести я это вам скажу. Потому что здесь открылся вот этот отель «Маришали». И теперь гордость берет уже меня за уральцев. Потому что мы научились строить и делать отели не хуже, чем в Турции. Последний рекламник показал, что на таком уровне номеров в Турции не очень много. Как правило, это уже семерки. А здесь «Маришали». И по секрету я вам скажу. Вот такой же номер, вот в точности такой же номер, в таком V-образном отельчике под названием «Адам и Ева». Там вообще все в зеркалах. Стоит 300 долларов. Здесь вы можете получить этот номер в подарок, если проведете здесь свадьбу. Представляете, провели свадьбу. И за стола вынесли свою красавицу. Понаслаждались ей и собою. А потом уже, вот на этом свадебном ложе, ну, за первого ребенка вам деньги не дадут. А за второго и третьего – это пожалуйста. Кстати, если я здесь проведу обряд венчания и заведу второго, мне так же подарят? Ориентировка на свадьбы, банкеты и юбилеи вполне очевидна. Здесь есть все необходимое. И танцпол, и зал на сотню посадочных мест. Ну, можно посадить и больше. И покои этого дворца покидать-то и не нужно. Погуляли, отдохнули, продолжили днем вторым. Выспались на свежем воздухе. И трезвенькие едем до дома. Но не можем ехать, электричку подождем. Теперь то, от чего реально сносит крышу. Это люкс номера. Моим умом, привыкшим видеть отечественные люксы, мало того, привыкшим там жить, стало не понять, зачем такие размеры. Но дело сделано. Внутреннее убранство такого уровня мною лично нигде не видано. Натуральные камни на стенах, пробковые полы и теперь самые удивительные – цены. Я задал вопрос и долго не понимал. Как то, что должно стоить, учитывая уровень отделки, ну минимум 1000 долларов в сутки, а будь такое в Дубаях или Нью-Йорке и все 5, здесь стоит 100 евро, то есть 4000 с небольшим. Это я про люкс. 3000 стоит тот самый свадебный номер. Ну а самый эконом – это 1500 рублей. Стало по-детски смешно почему-то. Да потому что отель «Мари Шале» – это настоящий подарок и горожанам, и гостям Южного Урала. И это тот самый бриллиант в огранке отелей других, не думаю, что лучших, и расположен он в самом правильном месте, проехать мимо которого невозможно. Если вы все еще не верите тому, что увидели, зайдите и убедитесь в этом сами. Экскурсии по дворцу бесплатны. И вот теперь я могу сказать, господа магнитогорцы, господа россияне, вы теперь настоящие господа, то есть хозяева жизни. Да, у вас может быть нет таких условий, но вы можете сюда приехать. Сюда приехать вообще недалече. Вот этот самый мостик, там дом отдыха Абзакова, здесь горнолыжный центр Абзакова. Вот это место. С таким уровнем, которого я не видел, честно говоря, в подавляющем большинстве отелей. При этом, сколько все это стоит? Это все стоит в 5 раз дешевле, чем это стоит в Турции, если вы будете поддневно оплачивать. И в столько раз дешевле, чем это стоит в московском Клоповнике. Ну, типа там Измайлова. И теперь, и сегодня, и сейчас магнитогорский горнолыжный центр Абзакова, курорт Абзакова, отельный комплекс. Тут много отелей, конечно. Я не знаю, какие там условия, но вот эти условия меня поразили. И скажу спасибо Росфинансбанку, вот там еще МДМ-банку. Мы с ними посудились, и они вот к судебным приставам обратились. Судебные приставы наложили на меня, скажем так, ограничения. То есть, Леха, к маю месяца, возможно, ты не сможешь съездить, вы за свой любимый рекламник в Турцию. Ну, посмотрим. А если я не смогу, то приеду сюда. Тем более, здесь отдохну я. Ну, на уровне не худшем, чем в Турции. Продолжение следует...